За кадром я Альберт Гаямян, в кадре Надежда Пупкова, известная многим краснодарцам. Вчера мы публиковали сюжет, в котором рассказывали о смерти ребенка, которому не было и двух лет, Лева Крикуна, в Краснодарской краевой детско-инфекционной больнице. Этот сюжет, ссылка на этот сюжет, опубликована в описании к данному видео, все вы можете это посмотреть. Вчера мне позвонила Надежда, которая сказала, что ей тоже есть что сообщить по ситуации, происходящей в этой больнице. Рассказывай, Надежда. Здравствуйте. Да, есть. 9 апреля мы попали с отравлением в инфекционную больницу. Этого года? Да, 19-го года. И 40 минут ждали в приемном покое, пока придет врач. Врачей не было, ребенку становилось все хуже и хуже. Значит, я начала просить, чтобы пришли, хоть кто-то посмотрели, хоть что-то сделали с дитем, так как у него начали, он начал задыхаться. Прибежали какие-то врачи, посмотрели, все, сказали, все хорошо, идите домой. То есть врачи порекомендовали идти домой? Идти домой, все у ребенка было хорошо. Тот же день, через, наверное, час, пока мы с инфекционной больнице приехали на Красную, к ребенку стало все хуже и хуже. Пришлось опять вызвать скорую. Нас уже в тяжелом состоянии повезли в реанимацию. Три дня мы пролежали в реанимации. Какое там было отношение врачей? Очень плохое. Пока они все смотрят на руки. Пока ты что-нибудь не положишь, они ничего делать не будут. И когда у нас приходят отписки, что все хорошо, у нас далеко не все хорошо. Все закрывается. Главврач. Когда идешь жаловаться главврачу, он говорит, да не может такого быть. Скажи мне, пожалуйста, а это правда, что там есть свободные боксы, которые постоянно закрыты? Закрытые, да, это частные, это коммерческие боксы, которые приходят богатые родители, оплачивают эти боксы и в первую очередь занимаются только этими детьми. Ну, я вчера так и предположил. У тех, у которых нет денег, они сидят в коридоре и помирает твой ребенок, не помирает, оно никому не касается. Что будет, то будет. А отношения младшего медицинского персонала? Очень отвратительные. Богами себя возомнили. Очень отвратительные. То есть ты подтверждаешь, что... Я подтверждаю все, что творится в инфекционном... Подожди, подожди, остановись. То есть ты подтверждаешь, что то, что говорят Маргарита и Стас Корикун о том, что происходит в этой больнице, это все соответствует действительности? Это не единичный? Нет, это не единичный случай. Не только это в детской инфекционной больнице, это в ЗИПовской детской отделении. Это в краевой детской больнице, в хирургии особенно. Ночью никто никуда не подходит, если ты приезжаешь ночью. Скажи мне, пожалуйста, вот они говорят о том, что даже не было дежурного врача на месте. Это может быть так? Вполне возможно, да. Да, у нас с Давидом такое было, вот когда я вам звонила. Как ты думаешь, предположительно, он мог быть в ночном клубе, отдыхать с девушками или наоборот, с мальчиками? Я не знаю, свечку не держала, но проходилось неоднократно вызывать полицию. Понятно. Ну я с этим уже сталкивался, когда врачи где-то находятся в ночных клубах, вместо того, чтобы находиться. Вполне возможно, потому что они приходят с запахом спирта. Я тебя понял. Есть еще что сообщить? Нет, все. Обращаясь к краснодарцам, что бы ты хотела бы сказать? Подняться. По поводу врачей. Обязательно. Это не касается взрослых, которые болеют. Это касается детей. Не надо сидеть как амиобы, а надо действительно добиваться. Если одного ребенка, второго ребенка, без денег, то дети ваши погибнут и окажутся на хуторе Ленина. Спасибо. Все. Спасибо. Спасибо.